Добрый день, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии, как мы и анонсировали, глава СБУ Украины в 2003-2005 годах, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко. Игорь, здравствуйте. Два важных сегодня информационных повода. Мы к вам много концептуальных вопросов понабрасывали, кое-что нам и наши зрители прислали. Но хотелось бы начать с информационного повода, который все обсуждают. Сегодня Путин обращался к своему федеральному собранию. И в отличие от прошлого года, когда он очень много говорил о Крыме и всяких исторических миссиях, и, конечно же, о братском украинском народе, сегодня он вообще не сказал ничего о братском украинском народе. Это хороший знак или плохой? Я думаю, он закономерный. Авантюра, которая была предпринята высшим руководством Российской Федерации практически два года назад, аннексия Крыма, скрытая агрессия прямая военная на востоке Украины, они исходили из ложных посылов. Я думаю, ближайшее окружение Владимира Владимировича сумело убедить его, что любовь в Украине к нему точно такая же, как в России. И идея создания Новороссии, воссоединения земель русских вокруг Кремля, это, в принципе, все было направлено на внутреннее потребление, потому что рейтинг президента Путина объективно снижался. И похвастаться в экономических успехах было невозможно. Отъедьте от Москвы, от Санкт-Петербурга на километров 100, и вы посмотрите реальный уровень жизни, качество жизни российского народа. В этом случае всегда маленькая успешная война, собирание земель, оно консолидировало, к сожалению, исторически российское общество. Но это была стратегическая ошибка. Мне много раз пришлось об этом говорить. Я помню, в первые дни вторжения в Крыму давал интервью французской газете Le Monde. Один из посылов, который был там растиражирован в Китае 27 агентствами, где я сказал, что на стратегическую перспективу то, что сделал Кремль, будет вести к дезинтеграции и распаду Российской Федерации. Потому что, нарушая международное право, беря в качестве предлога для этой авантюры воссоединение русского мира и защиту русскоязычного населения у нас в Крыму, был открыт ящик Пандоры, был создан прецедент. Кто защитит на перспективу Россию 145 миллионов человек, когда над ними нависает около 2 миллиардов китайцев, которые под таким же самым предлогом однажды могут захотеть защитить китайскоязычное население на территории Российской Федерации. Беря во внимание то, что на один квадратный километр после Урала вообще-то проживает один россиянин. Но эта авантюра произошла. Если бы мы защищались в Крыму, у нас не было бы ни Донецка, ни Луганска. Могли защищаться? Нерешительность политической коалиции на тот момент и руководство страны привело к тому, что у нас возник и второй очаг. Но опять-таки это было из ложных посылов. Кремль все-таки считал, что на Донбассе и Луганске тоже произойдет такой же вариант, как и в Крыму. Украинцы не будут защищаться, а 100% доничан и луганчан радостно встретят освободителя в лице президента Российской Федерации. Этого не произошло. Именно народ Украины, в общем-то, вынес главное на своих плечах, а не руководство государства в то время. И эта авантюра на этом и закончилась. В принципе, российский бюджет не в состоянии уже даже Крым поддерживать в том состоянии, как он сейчас есть. Донецк и Луганск вообще не подъемные для Российской Федерации. Количество жертв, которые стали поступать обратно на территорию России, количество погибших военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, все операции по сокрытию их имен, они все-таки шило в мешке не утаишь. Это оказалась оплата неожидаемая для руководства Кремля. Наконец, после сбития MH17 и Запад проснулся, который очень осторожно реагировал на начало этих событий. Это отдельная тема по Западу. Там нет стратегии, и сейчас нет общей стратегии в отношении и Украины, и России. Вернемся к этой теме обязательно. Но вот эти все вместе события взятые привели к тому, что в данный момент для руководства Российской Федерации это направление, оно выгодно в законсервированном виде. Для России выгодно, чтобы Запад забыл о Крыме. Что Крым все, это уже Россия. Для российского руководства выгодно, чтобы замороженный конфликт на Донбассе и Луганске остался в данной фазе, но как раковая опухоль не давал возможности в Киеве не проводить реформы. Это бездонная, в общем-то, дырка оказалась в плане финансовом, в плане поддержки инфраструктуры. И, конечно, желание возложить сейчас все это на плечи Киева, поддерживая при этом незатухающий конфликт. Примеры этому Приднестровье, примеры этому Кавказ. В данном ситуации, консервация этой ситуации, она играет на руку руководству Кремля в ограниченных объективно его возможностях финансовых, военных, экономических, дипломатических и даже информационных. Поэтому в данный момент, когда удалось президенту Российской Федерации переключить внимание к себе и России на участие в антиисламской деятельности против ИГИЛа в Сирии, хотя для внутреннего потребления российского это еще играет роль. На Западе все прекрасно понимают настоящие цели России в Сирии. Но сейчас у России, у руководства, я бы сказал, появляется столько много проблем и на турецком направлении, и в Сирии, что не случайно в послании Украина не упоминалась. Потому что статус-кво сейчас гниющая рана в сердце на востоке Украины. Крым оккупирован. В данный момент такая политика, она играет на руку Кремлю. Означает ли это, что Путин показывает, что это внутреннее дело Украины, я ни при чем? Это главная стратегия была, это главная стратегия с самого начала. Продать информационно и внутри страны, и на Западе. Это же гражданская война. Это же внутри украинцы сами между собой началась гражданская война, потому что фашисты, нацисты пришли к власти в результате переворота в Киеве. И в результате русский мир восстал. Русский мир восстал и идет гражданская война. А мы-то здесь при чем? Это с самого начала была картинка информационная, которая очень активно тиражируется, ну не говорю, что для российского потребления. 93% по-моему россиян черпают все из телевизора, всю информацию. Они объективно не в состоянии оценить. Это просто обработка, пропагандическая обработка в лучших традициях коммунистической системы идеологической и даже системы Геббельса. Вы помните, как-то Владимир Владимирович похвалил Геббельса и его методику достижения своих целей. Плюс эта картинка активно продается на Западе. Ну только Russia Today около полумиллиарда долларов в год бюджет. Мне как-то мой коллега британский говорил о том, что для талантливых британских журналистов в Британии Russia Today предлагает в три раза больше зарплату, чем может себе позволить BBC. Этот весь контент, он также активно распространяется на Западе, чтобы показать, что ведь это не агрессия. Это гражданская война. Ну вот к войне на Донбассе мы еще вернемся и немножко снова к обращению Путина к федеральному собранию. Вот он очень интересно, открыто обвинил правящую верхушку Турции в выбиле российских военнослужащих. И он уверен, что турецкие власти очень пожалеют о том, что они это сделали. Я дословно вот цитирую. Вот я считаю, это на самом деле важный вопрос. Вы считаете, что Путин решил пригрозить Турции? Нет. Или что это за дело? Нет. Я просто думаю, что это безнаказанность, которая была до данного момента. Ведь президент Путин, он не считает, что есть объединенная Европа. Он не считает, что есть лидер в Европе, который мог бы объединить эту Европу и противостоять ему. Он, ну в общем-то он справедливо знает о том, что у Европы нет стратегии по отношению и к Украине, и по отношению к России. Европа несколько расслабилась за все эти годы. Она уже почивает на ларах поколений предков, которые создали действующую демократию, верховенство, право. К сожалению, Европа забывает, что она лишь только частичка на земном шаре. Это древнейшая цивилизация, инвестировавшая огромное достижение в мировую цивилизацию. Но существуют другие цивилизации. Существует арабская цивилизация, существует индийская цивилизация, существует Китай. И почивать на лаврах, забывая о том, что этой цивилизации тоже нужно развиваться. Причем развиваться в восточном направлении славяне, на мое глубокое убеждение, это последний резерв. Это как озеро с чистой родниковой водой, которая могла бы помочь европейской цивилизации опять поступательно развиваться. И быть влиятельной на другие цивилизации, в которых на постановочном уровне нет понятия демократии. Нет понятия верховенства, права и защиты, свободы личности. Защиты этой личности. И вот расслабившись, эта цивилизация, она оказалась, есть такое в английском vulnerable, она уязвимой, оказалась против авторитарной формы правления, которая столетиями была в России и никуда не исчезла. Это азиатская авторитарная форма правления. В общем-то в евроазийском государстве. И если раньше Петр Великий, чтобы модернизировать эту азиатскую, в общем-то, по политической структуре страну, он с таким остервенением рубил окно в Европу и европейскую культуру привлекал для того, чтобы модернизировать эту страну, то президент Путин решил бетоном залить это окно в Европу и решил открыть окно в Азию. Фактически то, что происходит сейчас между Украиной и Россией, это не конфликт между Украиной и Россией, это конфликт двух цивилизаций. Европейская цивилизация после двух Майданов весь мир увидел, что в Украине давно существует гражданское демократическое общество, которое на лет 10-15 опережает политические элиты. Оно никогда не будет толерантно относиться к попытке построения здесь феодального авторитарного управления. У нас у украинцев никогда своего царя не было, мы его никогда и не примем. И вот постепенно европейская культура, политическая культура подошла к границам России. Вот здесь и произошел взрыв, потому что нынешнее руководство России не может себе позволить роскошь, что Украина будет успешным демократическим государством. Если Украина интегрируется и станет страной с высоким уровнем развития, экономики, материального положения, верховенства права, это приговор авторитарной форме правления в России. Это и послужило спусковым крючком. Но при этом, при всем, Запад, не имея этой стратегии, он очень вяло реагировал. Он практически не реагировал на Грузию, он не реагировал на Приднестровье. Он решил не связываться с страной, у которой есть ядерное оружие. Но его лицо, пусть оно себе там развивается. И вот нереакция, она приводила к тому, древнеримская пословица, «Хочешь мира, готовься к войне». Сила предостерегает, слабость провоцирует. И вот нереагирование НАТО, нереагирование Европы, оно и провело к инциденту в Турции. Ведь до того, как был сбит бомбардировщик Су-24, ведь посмотрите за предыдущие несколько недель, какая была дипломатическая дуэль. Турки постоянно предупреждали, что воздушное пространство нарушается. Турки сбили беспилотный летательный аппарат, разумеется, это российского производства. Постоянно поднимали истребители. Но турецкая армия – это одна из сильнейших армий Европы. Пилоты, я бы сказал, наверное, после израильских, турки в том регионе – это лучшие пилоты. У них до 170-180 часов налета. Они достаточно мотивированы и решительны. И понятно было, что ведение боевых действий даже в 30-километровые зоны возле границы с Турцией, где там, в общем-то, турецкие туркмены, которые никак не относились к Кигилу. И бомбежка их – это тоже эксклюзивные уже национальные интересы Турции. То есть этот конфликт был предопределен. И он произошел из-за того, что просто до этого никто не реагировал и отпора не давал. Несколько наглое поведение, оно впервые встретило сопротивление армии и народа, который сказал, нет, это наша граница. Отсюда произошел этот трагический случай. Конечно, жизнь любого человека – она бесценна. И это трагедия. Но эта трагедия, она назревала. Она должна, очевидно, было произойти, потому что одна из сторон должна была бы понять. Ну, турецкая сторона, она заявляла сразу свою позицию. А российская сторона просто не обращала внимания, кто в ментальности руководство России, кто такая Турция, как она может с нами вообще тягаться. Однако Турция доказала, что есть интересы национальной обороны, за которыми они не постоят ни за чем. И, кстати, это, опять-таки, очень неумная политика руководства Российской Федерации. Недооценивать потенциал Турции очень глупо. Ну, вы думаете, Россия поняла? Я думаю, что руководство Российской Федерации на сегодняшний день обучается тоже. Не надо думать, что там глупые люди. К сожалению, очень дорогая цена этого обучения – это смерти людей, это провокация на грани возможности конфликта. Ведь впервые возник конфликт не просто с Турцией. Турция – это страна НАТО. Конечно. Это пятая статья Североатлантического договора «Атака на одного, атака на всех». Турция имеет прекрасную сухопутную армию и военно-воздушные силы. По численности, поверьте мне, я очень сомневаюсь, что российская армия могла бы выставить полностью эквивалентную турецкой армии даже по сухопутным ИВВС в том направлении. Я не говорю о ядерном оружии. Но это конфликт со страной, членом НАТО. Впервые за сколько лет произошел конфликт. НАТО отреагировало сдержанно, но тоже жестко. Это провокация. Такие провокации в перспективе, они вполне могут привести к началу Третьей мировой войны. Это не шутки. Но я думаю, что все-таки и российское руководство, оно тоже обучается. Это был сигнал им, что есть черта, за которую переступать нельзя. Если вы просто возьмете потенциал стран НАТО и стран Российской Федерации, ну это практически двукратное преимущество на стороне НАТО. То есть они не сопоставимы. Я не говорю по качеству. Россия несколько модернизировала свои ВВС. Россия имеет около 100-105 тысяч достаточно хорошо подготовленных, обученных в компоненте сухопутных войск. Но это по сравнению с тем потенциалом, который есть у НАТО, это абсолютно несравнимая вещь. Здесь единственное, что у России, у них авторитарная форма правления позволяет ВВК принимать быстрые решения. И у него, как на шахматной доске, у него есть возможность постоянно ходить белыми. У НАТО, при том, что силы несоизмеримо больше, это демократическая организация. Решения принимаются консенсусом. В быстроте принятия решений они отстают. Но нельзя же будить спящего льва. Лев, если проснется, он начнет действовать эффективно. Я очень надеюсь, что уроки извлекают правильные уроки с обеих сторон. Ну, может быть, буквально два слова о том, что удастся ли Путину создать коалицию против исламского государства и войти в нее одним из создателей такой коалиции. Это исключено. Об этом сделали заявление. Об этом просто он говорит тоже. Да, он хочет очень. Хочет, конечно. Он очень хотел бы для него войти сейчас... Ведь он сам закрыл двери перед цивилизованным миром. Он растоптал большой договор о дружбе между Украиной и Россией в 2006 году, где были признаны наши границы. Там же признаны были наши границы договор о дружбе и сотрудничестве. А мы его не отменили просто так, ремарочкой? Нет. То есть мы по-прежнему дружим с ним? Он растоптал Будапештский меморандум. Фактически это тоже с нашей точки зрения, я считаю, мы поступили тоже неправильно. Мы должны были настаивать на том, что формат любых наших контактов с Россией, страной агрессоров, должен был исключительно в формате Будапештского меморандума. Мы отдали третье ядерное оружие в мире. 176 стратегических баллистических ракет, преднаправленных с территории Украины на Соединенные Штаты, при пуске этих ракет, они практически уничтожали самое мощное государство в мире. В 1993 году, когда президент Клинтон у нас в Борисполе произносил речь, он сказал, что никто больше не укреплял оборону Соединенных Штатов, кроме Украины, которая отказалась от этого наступательного ядерного потенциала. Мы получили заверение в защите нашего территориальной целостности и суверенитета. В Будапештском меморандуме написано, что все страны, туда вошла Россия, которая вместе с Соединенными Штатами просто руки нам выкручивала в те годы. Она все делала, чтобы нас разоружить. Я уж не говорю о тактическом ядерном оружии. Ты тоже старалась, да? Россия это была в две руки. На пианино, как говорят, игралась США и Россия. Строуп Телбот, зам госсекретаря США и замминистра странных дел Мамедов, это были два ключевых переговорщика, которые на моих глазах, я работал в Вашингтоне тогда с 92-го, они просто выкручивали руки всем нашим делегациям и шли на беспрецедентной прессе на нас, чтобы мы как можно быстрее отказались от ядерного оружия. Фактически нету страны другой в мире, которая бы отдала такой арсенал и разменяла свое положение статуса мировой державы с третьим ядерным арсеналом на обещание о том, что будет уважаться наша территориальная целостность, что против нас не будет военного и экономического давления. К этому меморандуму присоединились Британия, Франция и Китай. Если бы наше руководство с первых дней после второго Майдана заняло жесткую позицию, все разговоры о том, а нам не могли, нам советовали, нам советовали в Крыму не защищаться, это разговоры для непосвященных. Я был с Евгением Кирилловичем Марчуком, с Владимиром Павловичем Горбулиным в первые дни в Брюсселе после появления зеленых человечек в Крыму. И когда я спросил на ланче с послами стран НАТО, а что действительно вы советуете нашему руководству, исполняющему обязанности президенту, не провоцировать Россию, я получил очень недусмысленный ответ. Сказали, здесь, от нас, Брюсселя, это исключено, что такой совет мог поступить. Но если кто-то бы даже и мог советовать вашему руководству не провоцировать, но абсолютно мы уверены, что никто вам не советовал не защищаться. Это разные две вещи. Так вот, для нас Будапештский протокол, это выстраданная нашим народом защита. Мы сняли кольчугу с себя. Мы впервые, ни одна страна мира не отказывалась от таких масштабов ядерного потенциала. И взамен мы получили гарантии. Так вот, эти страны-гаранты должны были сесть сразу за стол переговоров и влиять на Россию. Но опять этого не произошло. Но, кстати, даже и сейчас, я уверен, мы должны настаивать на этом. Я уж не говорю о юридических аспектах вопроса. Вы знаете, что в 2010 году были слушания в нашем парламенте. Инициированы зам-председателя комитета по обороне национальной безопасности и обороны Гриневецким о состоянии обороноспособности нашей страны в рамках Будапештского меморандума. Кто же тогда обращал на это внимание? Было принято конституционным большинством проголосовано постановление Верховного Совета обязать правительство Азарова и президента Януковича дополнительно срочно провести переговоры с странами-подписантами, чтобы наполнить реальными международными обязательствами смысл Будапештского меморандума. Вы знаете, что Гриневецкий, по моей информации, он даже через год направлял депутатский запрос Азарову, а Азаров на двух листах оправдывался перед ним, что сделано и не сделано правительством. Вот сразу после второго Майдана, ну не знаю, я вот если бы был в правительстве, я бы инициировал немедленно вот здесь открытие уголовных дел. Извините, у нас есть ущерб, у нас потеряна территория в результате того, что не выполнено было поручение правительству. Но хочу напомнить, что в 10-й год, это еще в те времена, Янукович еще не успел изменить конституцию. Это была парламентская президентская республика. В соответствии с конституцией, любое проголосованное постановление Верховного Совета – это закон. Согласно конституции, президент у нас руководит внешней политикой, но он руководит исключительно в рамках законов. Он не может руководствовать внешней политикой указами президента, постановлением Кабмина и какими-то пожеланиями. Для него единственное это вот постановление Верховного Совета – это закон. У него второго формата не должно было быть даже, он полномочий не получил от парламента на другие форматы. И вот в принципе надо было задавать вопросы уже в рамках уголовного производства. А что сделало правительство предыдущее и предыдущий президент, который убежал? И вот мы сейчас ищем, что предъявить, какие юридические основания к режиму Януковича, о котором мы говорим. Здесь основания на уровне предательства национальных интересов государства, на уровне измены государства, потому что именно за год неподготовленные гарантии, которые предписывал по закону дать Верховный Совет, с исполнительной властью, привели к тому, что они не сработали. Мы потеряли часть территории. Так что вопросов, конечно, очень много, но беда нынешней нашей власти, мы являемся свидетелем того, что каждый раз, когда приходит новая политическая коалиция, она почему-то считает, что она с чистого листа. То есть предыстории не было у Украины, предыстории не было. И они считают себя свободным от выполнения законодательства. Да, вроде бы Конституция есть, но давайте новую Конституцию примем. У нас прекрасная Конституция. Она одна из самых лучших в Европе Конституции. Там все прекрасно написано. Конституция не может регламентировать поведение постового милиционера на перекрестке. Просто под Конституцией нужно принимать согласованный свод законов, который развивает положение Конституции. Достаточно, что у нас записано, что мы демократия. Если мы демократия, а у нас первая статья Конституции, то, извините, нужно согласованный пакет законов о Кабмине, о президенте, о бимпичменте президента, о судоустрии, о местном самоуправлении, в котором консолидовано должны быть прописаны механизмы наказания за попытку узурпации власти. Если какая-то часть, исполнительная власть, захочет, допустим, управлять парламентом кулуарно или захочет управлять судебной кулуарно, основополагающий принцип демократии, все ветви власти независимы. А где наказание в уголовном кодексе за это? Должно быть строжайшее наказание в уголовном кодексе, это посягание на основе Конституции и демократии. Вот этим никто не занимается, этим никто не хочет заниматься. Все говорят в оппозиции, находясь, что мы хотим демократических принципов, когда они приходят к власти, они начинают, прикрываясь европейским флагом, строить феодальное управление, при которых с одной точки хотят контролировать власть и ждут третьего Майдана. Когда-то Виктор Мусияк очень хорошо сказал, что каждый правитель меняет конституцию под себя, в продолжении того, что вы сказали. Я хочу вернуть вас к грустной теме, к войне на Донбассе. Может быть, немножко и тут Крыму потом перейдем. Вот война на Донбассе поставила очень много вопросов перед Украиной, и в том числе перед украинской армией, украинскими военными силами, вооруженными силами. И очень много эти годы, все, которые идет война, мы говорим о том, что мы реформируем армию, мы ее реформируем. И вдруг вот сегодня совершенно неожиданно международная организация Transparency International вдруг предоставляет совершенно нелицеприятный для Украины отчет, на секундочку, о коррупции в военной сфере, что в условиях войны звучит совершенно невероятно. Причем надо дать должное, что Transparency International – это организация, которая во всем мире независима, она известна, она авторитетна. То есть то, что она скажет, услышит уже сегодня во всех, скажем, столицах мира, с которыми мы хотим говорить. Вот если вы позволите, я несколько нашим зрителям, вы наверняка знаете, а нашим зрителям я немного прочитаю, то, что сама, честно говоря, совсем недавно узнала. Вот, например, на украинском. Украина здесь штохнулася с высоким риском коррупции у військовых установок. Международная антикоррупционная организация отметила нещодавно, нещодавние усилия Минобороды с подвищением ревня антикоррупционной подготовки и особого склада, а посиления внутренней ревизии. Но передала, что потерянь коррупции становит небезпеку национальной обороне и доверия общества и уряду. И вот на русском для тех, кто нас, может быть, услышит на Донбассе и, может быть, даже в России. Украина сейчас находится в критической точке. И если Министерство обороны выполнит свои антикоррупционные обязательства, то тогда военнослужащие смогут лучше и активнее защищать украинский народ. И затягивание таких реформ является критическими для стабильности экономического развития международного доверия доноров. И если через коррупцию, в результате коррупции, украинские солдаты не получат денег или должны сами покупать оснащение за свои собственные деньги, это уничтожает военную эффективность и демотивирует народ. Ну и многое другое вы можете подчеркнуть в этом отчете. Это главное. То есть того, что есть. Но на самом деле это просто как-то оскорбительно звучит. На самом деле это результат того, что, продолжая наш разговор, у нас не было в Украине еще при власти ни разу политической партии или политической коалиции, которая на самом деле исповедовала бы демократические принципы. У нас были политические партии и коалиции, которые использовали европейский флаг, но внутри строили феодально-большевистскую систему. Что изменилось после Майдана II? Были ли созданы элементы власти, три независимые ветви власти и эффективные правоохранительные органы с верховенством права одинаковым для всем, которые могли бы чистить даже такие государственные структуры силовые, как Министерство обороны? Министерство обороны. Вы помните министра обороны, который мы поменяли за это время? Ну не всех, некоторых особенных, отличившихся. Первый министр обороны, я не говорю к моральным качествам этих людей, но первый министр обороны, он был моряк. Он в своей жизни командовал одним кораблем. Мы в условиях войны, и нам нужно было министра обороны с стратегическим видением, какие должны быть сухопутные войска, военно-воздушные, военно-морской флот, силы специальных операций, какая вооружение и техника. Он должен был прекрасно овладеть кадровым потенциалом высшего и среднего звена. Мы предлагали сразу в то время назначить генерала армии Родецкого Академию Генерального штаба, командующий 6-й танковой гвардейской армией, самой большой танковой армией Варшавского договора, которая дислоцировалась Донецкая, Луганская, Днепропетровская область. Командующий... На момент начала конфликта? Вверх только конфликт. Я имею в виду, что он в Советском Союзе закончил 6-я танковая армия. Фактически он прекрасно ТВД весь, он его знал еще с 90-х годов. Затем он командовал Одесским военным округом. Одесский военный округ это Одесса, Николаев, Херсон, Крым опять, Донецк, Луганск, Днепропетровск. Он после того, как перестал быть... Да, он второй министр обороны. Нашей страны. После того, как перестал быть министром обороны, он был главным военным инспектором Министерства обороны. И буквально еще до 2007 года, по-моему, он был начальник нашей Академии Генерального штаба, если хотите. Он готовил всех. То есть этот человек, который мог прийти, он с закрытыми глазами знал ТВД, у него уровень его стратегического образования самый большой у нас, какой только можно найти было на тот момент. Кроме того, он прекрасно знал кадры. Он их готовил, эти кадры. Но мы назначаем на эту должность, объясняем по политическим квотам. Свободе досталось, Свобода предложила, приняли. Неужели только одна эта причина была? Он пробыл. Идем дальше. Нет, только одна была причина. По крайней мере, за то, что мне объясняли. Я лично ходил на прием, пошел с генералом Скебенецким к руководителю фракции Свободы, потому что исполняющий обязанности президента на аргументы и секретарь Совета Безопасности сказал, ну, политические квоты, ну, поговорите со Свободой. И когда я сложил руководителю Свободы, он сказал, ну, это же будет, вы знаете, только люди призначили, как оно будет выглядеть. Второй министр обороны, у него милицейское образование. Он может быть прекрасным, может быть милицейским оперативником, я не знаю, я не мог его оценивать. Но военное искусство, это военное искусство. Ему учатся с 16 лет, с 17 поступая в военное училище, 5 лет, если классическое, потом в военные академии, потом прохождение все. У нас сегодня министр обороны, опять-таки, я не касаюсь личных качеств, но базовое образование, базовое образование у него Орженикинское военное училище внутренних войск. И вся его служба, это внутренние войска. Вооруженные силы, внутренние войска, это вообще несозмеримые вещи. То есть, начнем с того, что должны быть профессионалы, компетентные во главе силовых ведомств, особенно в условиях войны. Второе, где находится сейчас военная контрразведка? Вот коррупция в Министерстве обороны. А кто ее будет вскрывать, эту коррупцию? Для этого, очевидно, необходима у Министерства обороны собственная правоохранительная структура, которая этим занимается. Во всех странах мира, цивилизованных, в НАТО, вы не найдете ни одной страны, чтобы военная контрразведка была вне Министерства обороны. В Министерстве обороны должна быть, тем более, когда войну ведем. А у нас она до сих пор в СБУ. Она находится, это все равно, как если в Соединенных Штатах военная контрразведка была бы в составе ФБР. Если вы американцу об этом скажете, он на вас посмотрит, как на потерявшим рассудок. Кроме того, по моей информации, за год приблизительно до Майдана первый зам председателя службы безопасности Шатковский на то время, при Якименко, он инициировал сокращение военной контрразведки в составе СБУ. Их до нескольких десятков оставили человек. И им запретили заниматься направлением К. А направление К это борьба с коррупцией. Им просто запретили даже этим заниматься. Сказали, для этого есть главное управление К. Ну и где эффективность этого главного управления К? 4 тысячи человек. Да уже поборолись у коррупции. Вот в том-то вся и причина. У нас до сих пор системно мы не построили, мы говорим о том, что мы стремимся в Европу, но мы не строим европейские структуры, европейские модели, у нас свои национальные особенности. Какие у нас национальные особенности? Сталин выиграл Вторую мировую войну, когда контрразведка СМЕРШ была подчинена ему как наркому обороны, а не как наркому обороны Берии. Это потом, в 45-м году, когда он больше всего боялся армию и ее авторитет, когда он посмотрел, Эйзенхауэр стал президентом, и он сконцентрировался на том, чтобы Жуков, не дай бог, с его авторитетом и армия не сумели ему ставить интерактиву, он забрал контрразведку СМЕРШ из наркомата обороны, и он передал его в политическую полицию, в КГБ, для того, чтобы с этой армией она присмотрела. И у нас анахронизм до сих пор существует. Отсюда, кто будет бороться с коррупцией внутри Министерства обороны, тотальной коррупцией? Некомпетентность. Это некомпетентность стратегическая. Во-первых, те, кто управляет сферой национальной обороны и безопасности, должны быть компетентны в этом. Это очень просто, она определяется, эта компетентность. Первое, это должно быть базовое образование все-таки, по направлению. Ну, не знаю, но у нас сегодня министр внутренних дел, он не имеет юридического образования. Это нормально? Я считаю, это ненормально. Я опять не касаюсь конкретных качеств человека. Второе, кроме лучшего образования по данному направлению, должен быть практический опыт работы в этой сфере. И желательно, если назначаете на самую верхнюю ступеньку, то хотя бы выше среднего уровня лет 10-15, а лучше и 20, по данному направлению, эти знания, которые самые лучшие по направлению, они имеют документальное подтверждение успехов, что человек работал и достиг чего-то на этом месте. Иначе мы строим феодальную модель. Мне не важно ваше образование, мне не важен ваш опыт. Я вас ставлю на феодальный анклав, вот герцогство, графство, я поставил, лично мне вот ты предан. И принцип вассал моего вассала не мой вассал. Что ты там делаешь, меня не интересует, ты лично не должен предан. Вот тогда разваливается государственная машина, вот тогда исчезает профессионализм. Я уж не говорю о том, что часто приходится говорить. на Западе есть политические назначения, силовые структуры. Но там вначале готовится законодательство, изменяется. 90% этих силовых структур это кадровые или военнослужащие, или государственные служащие, защищенные особыми законами. Но им категорически заниматься политическое деятельство запрещено. если не дай бог он примет участие в каком-то партийном съезде, тусовке, он потеряет все. Пенсию потеряет, все свои защиты потеряет. А вот эти маленькие 10% политические назначения, им жестко оговорено, чем они могут заниматься. Они контролируют военных в политических вопросах, они финансами занимаются, они стратегией обеспечения прежде всего финансово. Но сфера у них сужена. У нас же мы при президенте Ющенко, не подготовив законодательство, мы привели фактически с улицы людей, поставили во главе силовых ведомств, давив полномочия полных маршалов. И вот они начали менять модель внутри под лично преданных. Они начали назначать уровни лейтенанта на должность трехзвездного генерала, вымыли профессионалов, то есть вначале нужно было подготовить базу для подобного нововведения и оставить профессиональное ядро, аполитичное абсолютно, неприкасаемым. Министр обороны Соединенных Штатов он воинские звания не присваивает, он командиров бригад не назначает, он в учения не касается. Грубо говоря, он даже А кто тогда все это делает? Председатель объединенного комитета начальников штабов. Он входит выше руководства военно-политической страны, но он не демократическая партия, не республиканская партия, никакого отношения не имеет. Он кадровый офицер, который прошел лет 30-40 до своей высоты и он старший военный начальник в стране. Подождите, а куда же нам девать нашу иллюстрацию? Мы же с ней на амбразуру бросались, на всевозможную амбразуру. А где вы видели, что эта иллюстрация прошла? Где она была объявлена? Самое печальное у нас разрыв между гражданским обществом и политическими партиями при власти в лет 10-15. У нас правильные лозунги даются, но никакого наполнения за этими лозунгами. А кто проводил эту иллюстрацию? Но многие же военных уволили. И вы знаете, по информации, которая ко мне дошла, уволили как раз лучших. Вот я тоже. А те, которые участвовали, ну, чем мы будем говорить? Скажем, насколько мне известно, даже нынешний наш министр обороны, ведь во времена Второго Майдана он был начальником Академии в Харьковской внутренних войск. Он привозил сюда курсантов, которые стояли против Майдана. И напротив него стоял, допустим, народный депутат, генерал-полковник Паломарчук. Он уговаривал его увезти курсантов, которые не имели никакой защиты, которые не были подготовлены, которые были, но это факты. То есть я опять-таки я просто называю факты. Сработала модель не подбора профессионального технического правительства. В тот момент нам нужно было техническое правительство. Беспартийные профессионалы, которые бы имели и опыт, и образование, и имели соответствующую авторитет моральный в стране, они должны были бы подписать на год. Мы на год приходим, стабилизируем ситуацию. Через год уходим, не имеем права заниматься политической деятельностью. И были, был такой пул, который был готов. Но мы пошли по феодальному принципу, назначение личной преданности. А дальше вассал, мой вассал, а не мой вассал. При этом под европейским флагом. Можно задать вам искренний вопрос, как главе СБУ? Бывшую главу СБУ, как правило, не бывает, наверное. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы называем АТО. Это АТО или война? Вот вы как опытный человек, вы нам скажите, вот есть разница, вот если бы назвали это не АТО, а война, было бы для нас что-то по-другому? Была бы это ошибка или нет? Было бы. И я немножко вас поправлю. Я работал в службе безопасности немножко меньше двух лет. Я кадровый офицер. В 1972 году я поступил в военную академию в Киеве и с того времени вся моя служба это вооруженных силах. С 1992 года в органах стратегической военной разведки. До того, как я пришел в СБУ, я три с лишним года возглавлял военную разведку, дважды возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте. Поэтому в СБУ как представитель был два года. Очень благодарен особенно среднему звену этой организации. Я думаю очень профессиональное среднее звено, по крайней мере в то время, когда я руководил. И большинству руководства того времени, потому что если бы не было СБУ в четвертом году, у нас бы кровь пролилась в четвертом году. СБУ решающую роль сыграла тогда и авторитет у нее еще был. И все силовые структуры у нас посмотрели Министерство обороны, Министерство внутренних дел. Они считали, что СБУ имеет стратегический план какой-то, хотя в четвертом году никакого плана не было руководства. Народ поломал все планы. Простой народ сказал, нет, так не будет. И он вышел на улицы. СБУ сыграла роль, капля крови не провел. Хотя экстремизма было с обеих сторон. И у власти, и у позиции. Но ваш вопрос очень правильный. Я лично считаю, что не знаешь, как поступать, поступай по закону. В чем сила? В правде. Войну надо было называть сразу войной. Опять руководство, которое пришло под революционными лозунгами, оно почему-то решило свободным себя от выполнения Конституции и законов. С первым объявлением частичной мобилизации надо было открыть закон 93-го года о мобилизации. Читаем, при объявлении частичной мобилизации в стране наступает особый период. А дальше надо открывать закон об обороне, а не закон об АТО. Потому что с объявлением частичной мобилизации наступления особого периода в законе обороне написано, что дальше делать должны исполняющие обязанности президента создать ставку верхового командования рабочим органам, которым должен быть генеральный штаб, профессионалов поставить, министра обороны, начальника генерального штаба, лично взять на себя ответственность, и генеральный штаб начинает планировать боевые действия по защите территориальной целостности нашей страны. По какому пути пошли в то время и руководство страны? они открыли закон антитеррористической деятельности. Я уж не говорю, что в нем, в этом законе прописано, где проводится. Это отдельные транспортные средства, это отдельные дома, это небольшая прилегающая территория, а не целая территория. Кроме того, начинает и заканчивает антитеррористическую операцию первый зам председателя службы безопасности. Если помните, председатель службы безопасности был гражданский человек, Валентин Левайченко. Кстати, опять противоречие закону, с объявления частичной мобилизации наступления особого периода службы безопасности по МОП-планам все гражданские должности заменяются военными. Призываются военные, расставляются на своих местах, то есть гражданский председатель службы безопасности он при объявлении мобилизации и при наступлении особого периода по закону быть не может. Но получается, что наш его заместитель зам и руководитель АТЦ он объявляет и он может по своему решению закончить эту операцию. Здесь как бы переносится ответственность со стороны верховного командующего на зам председателя СБУ. Я уж не говорю, что нонсенс юридический, когда зам председателя СБУ своим приказом назначает начальника генерального штаба из соседнего ведомства руководить антитеррористической операцией. Вы понимаете, во всех странах мира вот мой дедушка, ему было 40 лет, в 41-м году он пропал без вести. Я помню в середине 90-х это было под Кировоградом, отступали маршевые наши роты. Я в 90-х середине годов нашел через нашего военного атташе в Москве вырванная с ученической тетрадки запись старшины о безвозвратных потерях такой-то маршевой роты и его данные. То есть этот листочек в условиях окружения, он дошел, в архиве лежал, к чему привело то, что мы начали антитеррористическую кампанию, место ведения боевых действий. Боевые уставы не работают, боевые распоряжения неизвестно, кто подписывает. Это же человеческие жизни. То есть была создана коллективная безответственность, и вместо того, чтобы защищать, мы начали заниматься антитеррористической операцией, которой законы на стыках вот так вот расползаются. Этого, кстати, многие не понимали и с наших западных партнеров. В определенной степени некоторым было даже, ну раз у вас нет войны, ну а же нет войны, у вас же это все ложилось опять в картиночку того, что Путин говорил, гражданский конфликт. Это гражданский конфликт, мы-то тут при чем? Здесь нет нашего вмешательства. То есть я считаю, это была стратегическая ошибка. Мало того, вместо того, чтобы строить вооруженные силы, немедленно наполнять вооруженные силы техникой, вооружением, реструктуризацией, вот эти вот слова о том, что у нас не было армии, извините, я не могу с этим согласиться, у нас была армия. Сколько, даже численность, сколько-то было? Ну, в те времена вы помните, Янукович, когда уходил, он впервые в 13-м году бюджет принял, выше был бюджет Министерства внутреннего, чем вооруженных сил. И все равно боеспособных 50-70 тысяч мы могли поднять в тот момент. Но нужно было просто бросить все на управление. Ну, пришел министр обороны моряк. Как вы думаете, сколько ему нужно было времени войти и разобраться даже? Ну, немало. Замана, по-моему, начальник генштаба до него был, который говорил, да, они просто не понимали. Они приходили, они заслушали, совещание проводили, они не знали, что они получили, потому что пришли люди, которые, они не были в системе министерства обороны и генштаба до этого времени и объективно, откройте даже уставы по принятию, сколько нужно командиру роты принять, роту, сколько батальон, там же недели идут на принятие, а тут принять вооруженные силы в условиях войны. То есть, человека заведомо поставили в условия, при которых ему разобраться бы еще. Потом начали батальоны возникать добровольческие. Это тоже, извините, но в Ираке впервые были использованы неправительственные воинские формирования. То есть, на Западе давно создавали неправительственные воинские формирования. Это из профессионалов, частные компании, которые... Это как наемники были, да? Наемники, конечно. Ну, наемничество это известно. Возьмите французский национальный легион, одна из самых боеспособных частей французской армии. Мы начали создавать внутри, мы приложили на волонтеров ведение боевых действий. Обеспечение. Да. И вот здесь некомпетентность, преступная халатность, она стала камуфлироваться активностью опять простого народа. Да, у нас простой народ многое может сделать. Мы, россияне и украинцы, это разные два народа. Если уж возвращаясь обратно, извините, слово русский, украинцы это русские. Это однозначно. Берите прямую, вот проводите. Россияне, среди россиян есть русские, но среди россиян есть еще огромный анклав, который никакого отношения к Руси никогда не имел. Но вот эти русские, древние, ставшие слово получив украинцы в 16-17 веке, ведь феномен казачества, откройте всемирная история под редакцией Гельмонта, 19-й век, это 27 профессоров Астро-Венгерской империи написали о феномене казачества. Это была первая профессиональная армия, это фермеры и профессиональные солдаты. И мечта его каждого была маты свей зимовник, маты зимовник, особиста свобода. Поэтому у украинцев тяга к свободе она спокойн вечна. Если говорить о национальной идее, в чем отличается наша национальная идея, скажем, от я не критикую, каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет и выбирает свой путь. Но у россиян оно да, православие, царь, отечество. Украинца это Бог, свобода, семья и отечество. У нас царя нет. Наш царь это личная свобода и семья. Отсюда и значение женщины в нашей семье. Вы знаете, что такое украинка? Это второй глава семьи, потому что казак, он воюет все время. На зиму приходит взимовник, а там, кто хозяйством занимается, детей, гудуе, кормить, выховыве. Это разная философия. И здесь построить феодальное управление, ну, это нужно второй раз Ленин, Сталин, 20 миллионов где-то нужно, это больше невозможно. поэтому, конечно, наш народ поднялся, он пошел, он защитил, но это же не списывает со счетов, а где же высшее руководство, стратегическое, которое должно было заниматься своим прямой обязанностью, армию восстанавливать, наполнять ее. В последнем ООНовском перечне проданного оружия за 2014 год, за 15 еще не написали. Мне также на одной международной конференции положили на стол иностранные коллеги, мне говорят, ну, что же вы, вы просите оружие, а вы продаете МИГИ-29, вы продаете танки. Что мы все это продаем, правда? Ну, это официальные данные организации объемных наций, куда даются наши, мы обязаны туда подавать сведения. почему, ну, скажите, почему мы это делаем? Ну, как такое? Опять мы возвращаемся к тому, что у нас демократических институтов контроля, а есть в парламенте сейчас соответствующие комитеты, которые бы могли бы профессионально проверить исполнительную власть и в этом направлении. А если они не могут это проверить, то мы можем только на слово верить власти. Как нам власть скажет, так и это ненормально. И сейчас у нас находится коалиция, которая официально говорит, демократическая. почему она не строит институты демократии? Ведь когда она была в оппозиции, она же хотела, чтобы оппозиция имела возможность контролировать. Не были созданы инструменты, институты. Так создавайте, помните, что вы не вечно будете при власти. Придет, ну, не дай бог, придет та политическая сила, которая была за Януковичем. Я думаю, победить они уже никогда не смогут тотально. Хотя сейчас власть иногда подставляясь, она работает на них. Но создавайте же все равно инструменты оппозиции, чтобы потом, когда вы будете в оппозиции, вы могли бы контролировать исполнительную власть. Иначе демократии быть не может. Иначе как мы проверим? Вот опубликовали резонный вопрос, что действительно так, а кто может проверить это? Ну, хотелось бы официально услышать какую-то позицию. Услышать позицию, поверьте, демократия это испокон веков основа демократии. Это здоровое недоверие к исполнительной власти. Большего наркотика нет, чем власть и деньги. Отсюда конституция американская, мы народ Соединенных Штатов доверяем часть наших законных прав федеральному правительству. Часть наших законных прав на определенное время доверяем. Но все время проверяем. И все время за 4 года которые я работал в США если в глубинку поедешь это было для меня тогда новостью. среди рядового американца на уровне подкожном недоверие к федералам. Да они там федералы там они все коррумпированы они отсюда попробуйте вы у американцев American Rifle Association ассоциация владельцев огнестрельного оружия самая большая ассоциация попробуйте их лишить этого ствола. Ни один кандидат президента об этом даже и разговаривать не будет. Поэтому демократия это контроль снизу доверха власти. Институт эти контроли должны быть созданы. Ну и главный стратегический вопрос что будем делать дальше? Давайте вот сейчас посмотрим на то что происходит в стране с точки зрения военного вас да с точки зрения человека который много чего знает да о разных силовых структурах в нашем государстве вот скажите пожалуйста вот сейчас на Донбассе то что есть что это не меры не войны многие говорят а может война некоторые говорят стреляют так же как стреляли многие журналисты оврекордс которые приходят и уходят говорят о неуставных отношениях именно там и что все непросто блокада Крыма опять же и энергетическая блокада вот вот все то что происходит сейчас в стране это что какое-то может иметь продолжение ожидаем ли мы какого-то военного наступления Путина который мы там можем сказать вот мы его там спровоцировали или он сам себя спровоцировал или у него большие планы или мы думаем что война закончена на Донбассе вот вы что думаете что с Крымом теперь мы будем делать потому что непонятно что там тоже происходит тут очень противоречиво даже у нас там в эфире многие люди очень неоднозначно вот что что происходит мы воюем не воюем что с нами будет Игорь у нас системная проблема с организацией работы органов государственной власти у нас нету стратегии к сожалению видения решения данной проблемы и отсюда все подменяется для внутреннего потребления пиар акциями которые говорят о том что правительство делает что-то во-первых в теории сложных систем есть такая теория сложных систем системные анализы синтез любую проблему и структуру нужно декомпозировать на части потом понять какая целевая функция этой сложной системы а для чего эта система нужна чтобы сложить обеспечить обратную связь если у нас цель сформулирована нужна обратная связь которая в реальном масштабе времени каждую минуту тебе говорит ты правильно к этой цели движешься или нет во вторых постоянно учитывать внешнюю среду которая действует на систему и мешает тебе анализировать так вот у нас проблемы во всем во первых в самой системе но мы мы знаем о том кто у нас сейчас фактически враг номер один как агрессор который хочет захватить нашу территорию но мы знаем же конфигурацию вооруженных сил российской федерации знаем ну конечно знаем это все открытые данные мы знаем сколько у них совпутных войск ВВС ВМС какие виды вооружения где наша концепция я не говорю об ядерном оружии ядерное оружие это безумие я уверен что Россия его применять на Украине это все равно что у себя на территории применять но мы знаем внешнюю среду где наша концепция строительства наших вооруженных сил какие у нас должны быть совпутные войска ВВС ВМС силы специальных операций какое вооружение техника должна быть чтобы отразить без применения ядерного оружия нападение причем что мы знаем НАТО и США за нас воевать не будут для того чтобы мы это сформулировали строили сейчас и правительство отчитывалось вот мы за три месяца это сделали за три месяца это наполнять вот допустим мы построили сооружение командные опорные пункты но между этими командными опортными пунктами взводными по моей информации от 3 до 8 километров а вы уверены что они пойдут именно на командный пункт а не между командными пунктами если будут наступать а может быть нужно было потратить деньги на у нас прекрасное противотанковое управляемое стуга может быть эти деньги нужно было закупить несколько тысяч стуга собственного производства развернуть это производство и тогда преимущество в танках она просто нивелируется моментально но для этого нужна концепция стратегия общая противовоздушная оборона но ведь и после того когда россия в сирии использовала крылатые ракеты когда она задействовала авиацию она уже прошла психологический барьер осуждения мирового сообщества о том что мы есть жертвы а кто гарантирует что они не могут применить против нас военно-воздушные силы а мы в состоянии будем нашими военно-воздушными силами и пво противодействовать эти заявления о том что у нас прекрасное пво страны и сухопутных войск я кадровый офицер по первой своей специальности против воздушной обороны но извините меня у каждой ракеты есть срок технической пригодности у нас вся наша техника по его это техника советского союза 25 лет знаете что твердотопливной ракете ну шашка лежит у нее идут процессы со временем трещины микро появляются микротрещина в шашке это но есть просто цикл старения а может взорваться в воздухе она может даже изменить траекторию свою это мантры читать мантры о том что да мы все равно у нас по количеству это некомпетентность и не профессионализм те которые это делают у нас должно быть на уровне государства вот сайт национальной безопасности и обороны имеет колоссальная сейчас полномочия секретарь сада безопасности но он получил между заседаниями с этой безопасности он был инициатором это если не изменение статья 13 пункт 8 он планирует координирует и контролирует все силовые органы правоохранительные органы в сфере обороны национальной безопасности в сфере борьбы с коррупцией кстати на вот сейчас мы в прессе последнее время слышали новые назначенной командующие силами специальных операций с начальником генерального штаба у них произошли расхождения начали генерального штаба не утверждает течение год концепцию недоволен ним но мы стоим на месте наверное здесь с этой безопасности нужно немедленно вмешаться потому что в современной войне особенно та которая там силы специальных операций в гибридных войнах они в общем то это 5 8 процентов бюджета на оборону они до 90 процентов могут решать вопросы а мы еще концепцию не утвердили год думаем какие же силы специальных операций нам сделать это что противник виноват или это отсутствие стратегического системного видения и не те люди стоят на тех должностях где не должны стоять вот в этом проблема то что президент путин у него система как раз работает они постоянно готовят разные варианты прощупывают нашу оборону разведывают если время чай придет что они могут создать картинку могут переложить на нашу сторону у них достаточно для тех сил что это мы пошли это мы начали убивать мирных жителей если они атакуют это будет проблема для нас сухопутном варианте более или менее все нормально потому что соотношение сил который там состоит для атаки нужно соотношение 1 к 3 у нас достаточно сейчас стоит и мотивированные хотя со снабжением тоже масса проблем если вы с простыми бойцами начнете говорить до сих пор еще после почти двух лет войны у нас волонтеры еще большую часть обеспечения но если будет при нем военно воздушные силы я не знаю ответа я очень хотел бы верить тем заявлением которые делаются но как профессионал у меня есть огромные вопросы но должны люди соответствующей компетенцией этим заниматься несмотря как меняется окружающая среда система должна готовить себя к серьезным испытаниям если она будет сильно если противник увидеть что она готовится она профессионально наращивает опять древнеримская сила предостерегает слабость провоцирует но вы думаете вот многие эксперты говорят разного уровня что путин не остановится что путин пойдет дальше ваши он не может остановиться об этом нужно забыть ставки таковы что не успех для путина это конец его политической карьеры и это огромная проблема будут внутри россии российский народ кстати там очень хорошо пропаганда сработала я думаю что внутри большая часть российского народа задает себе вопрос они боятся вслух это говорить потому что система полицейского государства отточена сейчас уже до высшего профессионализма но они задаются тем вопросами но они боятся хаоса им картинку показали украины хаос и гражданская война и вот они считают лучше пусть будет сильная рука чем тот хаос который там ведь такие сюжеты там делалось но и распятые мальчики заживо сожженные и свастика все эти эти профессионально сработана система информационной войны но для путина нужен постоянно результат все-таки экономическая блокада и падение цен на нефть а плюс сейчас уже два конфликта сирия берет огромные тоже ресурсы золотовалютный запас тает по прогнозам до 25 года цены на нефть не вырастут и подспудно начинается борьба телевизора с холодильником и когда у простого россиянина холодильник начнет более громко говорить чем телевизор для путина к сожалению таких условиях всегда внешний враг спасает сплачивает нацию и конфликт разрешение попытка разрешения маленькой успешной войной или конфликтом мы должны это учитывать история об этом учит а для этого мы должны не стоять на месте мы должны наращивать наши возможности к обороне я думаю сейчас уже мы отлично поняли что главным министерством нашей стране на обозримое будущее и по ресурсам и по подготовке и по доверию должны быть вооруженные силы ого это смелое заявление обязательно это должно быть главным не полиция вооруженные силы почему в италии и франции даже на уровне местной вот власти многие вопросы правоохранительные решает корпус карабинеров и жандармерии это правоохранительные органы но не в министерстве обороны и к ним уровень доверия намного больше чем полиции нам не избежать этого мы задолжали перед нашими вооруженными силами это аполитичные люди которые в раннем возрасте идут в очень жесткие условия жизни главной целью они на ком ставят свою жизнь по защите отечеству они не занимаются хлебными вещами почему у нас доверие к на церкви и армии на первом месте мы задолжали нашей армии но должна быть профессиональная обученная одетая армия то никто там вопросы не будет ставить правда это для слабых политиков это всегда угроза слабые политики всегда ее уничтожали потому что армия иногда возьмите ататюрка в соседней стране даже возьмите франко он закончил гражданскую войну в тот же день он сказал что и здесь и здесь наши граждане он подготовил изменения фактически создал демократические институты власти и передал гражданском управлении на это способны только военные ну вот если вы сказали что путин не может остановиться то тогда и все минские договоренности это так ширма за которую резкие договоренности объективно выгодны владимиру владимировичу путину однозначно ведь тех договоренностях там заложены такие условия выполнение которых нам создает раковую опухоль в лице днр и лнр которая фактически огромным якорем на шее привязывают нас к старому статус-кво к медленному гниению и невозможности двигаться в общем-то в тот дом где мы родились но это для российской федерации главная проблема мы азия или европа но для нашей проблемы нет в центре европы находимся в европейской нации у нас даже до урала наши европейские братья какие вопросы могут быть для нас ну и вот еще один важный вопрос точно который нельзя обойти это конечно закон об основах национальной безопасности украины я вот посмотрела там он вообще принят когда был по моему в 90 еще так вот если изначально когда мы первым конечно конечно он 2000 третьем году был принят закон об основах национальной безопасности и обороны но вы сейчас имеете ввиду очевидно закон про рнбо об аренба не а основа национальной безопасности и обороны это стратегическое направление наше развитие вы имеете закон который регламентирует работу совета национальной безопасности и обороны он был принят раньше и в перед назначением на турчину на должность секретаря по его инициативе были масштабные это дослушание были усилены на полномочия именно аппарата рнбо и секретаря совет национальной безопасности и обороны сейчас у себя для социальной безопасности и обороны в его руках колоссальная власть как я уже говорил совет национальной безопасности и обороны представлен который сверху на помощи президент он заседает но обычно раз в месяц ну раз там несколько недель в промежутке аппарат рнбо и секретарь он получил сейчас в связи с изменениями статья 13 пункт 8 право планировать координировать и контролировать деятельность всех силовых структур всех правоохранительных органов органов государственной власти в сфере национальной безопасности и обороны кстати он координирует деятельность их разведывательных служб он захотел получить на себя полномочий главного координатора и кроме того но это абсолютно кроме того да да но вот здесь у всякой власти есть вторая сторона ответственность то есть очевидно мы должны послушать об успеха в борьбе с коррупцией об успехах в обороне строительстве нашей новой системы правоохранительных органов которые должны сломать хребет коррупции понимаете что очень опасно я лично вот я на государственной службе не состою с 2005 года и и вот для меня непонятно службы безопасности есть главного правильника но это приблизительно 4000 человек главное управление контрразделовое обеспечение экономики она по-новому сейчас по моему называется на тоже около 4000 лет то есть 8000 подготовленных с обеспечены всем необходимым учили настолько база база базами данных архивами возможностями негласного проникновения и вот когда мы говорим мы ждем антикоррупционное бюро вот заработает это всем напоминает шоу следователи пока они разберутся эти это несколько лет нужно пройдет пока они реально смогут понять где они чем они занимаются ведь даже по законодательству оперативную составляющую в основном им должно продать тоже с бу и мвд что будет с архивами это главное информационно-экетическими архивами ведь предыстории процесса им чтобы разобраться историю это у них же ничего этого пока нет как они будут переданы туда как это взаимодействие то есть и почему руководители которые этим занимались все это время почему они не дали результаты но есть же даже координатор который должен был это все свести разные ведомства тут самое главное в борьбе с коррупцией на высших словах власти это по своему опыту в свое время я познакомился зам генерального прокурора обихода когда меня пригласил президент и он представил и меня как руководители разведки он попросил помочь в разработке очень сложных дел связанных с деятельностью павла ивановича лазаренко фактически мы в то время помогали генеральной прокуратуре разведка об этом никто не знал в контактах с нашими западными партнерами ведь ну прокуратуре нет людей говорящих на иностранных языках прокуратуре объективно у них разведывательной информации нету для того чтобы такие дела вести надо первое а это первое обеспечить чтобы разведка работала по этому направлению разведка она должна знать правду неважно как вот важно ли было в москве когда рихад зорга передал информацию о том что 22 будет нападение важно что он сказал правду от него требования записанная кем говорилось где правду разведка должна знать правду дальше вторая часть это оперативное подразделение специальных правоохранительных органов вот они должны эту правду перевести задокументировать ее получить факты подтверждающие потому что только третья часть следователи они собрав грубо говоря написанный сценарий либретто с отдельными музыкальными инструментами следователь в симфонический оркестр это соединяет чтобы опера которая будет использована в суде судьи согласились да это шедевр это чем должен сидеть тюрьме три составляющие и вот когда говорят вот прокуратура открыла такое-то дело а что прокуратура сделает если у нее нету разведывательного и оперативного составляющие и вот здесь очень важна координация вот в те времена комитет по вопросам разведки который возглавлял и одновременно шефом разведок на органах взаимодействие с прокуратурой ведущая роль прокуратуры было конечно но они были состыкованы с теми западными партнерами которые могли помогать у них своих много было контактов по прокурорской мы состыковались и в результате у нас не было возможности депутата лазаренко при его связях он считался будущим президентом но депутаты бы здесь бы его и система не но сша получила всю необходимую информацию начальную когда начали заниматься он получил свой срок там то есть у нас есть опыт у нас известно как это делать но почему-то власть боится обиход на пенсии его группа которая умела на пенсии он не устраивает почему-то мы думаем что вот молодежь которая придет сейчас который еще учиться и учиться она сможет свернуть и эти вопросы очень часто мне профессионалы коллеги мои когда мы встречаемся там на конференции они 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 пожимают плечами в этом тоже огромная проблема но я обещаю последний вопрос какая украина украина если коротко военная доктрина это вопрос надо задавать секретарю социальной безопасности обороны это мы сейчас приняли новую доктрину в которой вот я прочитаю я не могу ответить вам на главные вопросы для меня лично какие сухопутные войска мы должны иметь военно-воздушные военно-морские силы силы специальных операций какая система командования стратегического оперативного могут обеспечить нашу успешную оборонительную операцию против противника который обозначен там единственно обозначен противник доктрине ну лозунг есть но там нету в этой доктрине я не нашел механизма как бороться с этим противником и я не нашел там структурированного по времени плана построение системы сложной системы национальной безопасности и обороны которая сумела бы при этой внешней среде которая нас действует в виде противника обеспечить нашу оборону так что этот вопрос задавайте тем кто разрабатывает я не разрабатывал эту доктрину но если уж вы военные с таким опытом не можете ее до конца понять то что уж уж тем остальным делать я вас понимаю и вам сочувствую спасибо вам огромное я хочу напомнить что гостем нашей студии был игорь смешков спасибо вам огромное и будем всегда рады видеть вас на студии а вы оставайтесь с нами ждем следующего уже гостям и это был кровь